Закрытые двери для этих незваных гостей не препятствие. Силовики войдут внутрь и через окно. Хозяева явно к приему не готовы. Приходится в спешке одеваться и приводить себя в порядок. Все-таки не каждый день случается встречаться с бойцами ОМОНа, оперативниками экономической безопасности и сотрудниками ФСБ. Проживаешь где? Проживаю пока здесь. Для 20-летнего Руслана работа в буквальном смысле стала домом 7 дней назад. Тогда мастер, которого зовут Алик, привел молодого человека на производство и назначил главным по заморозке рыбы. Вы раскладываете свежую рыбу? Да. И потом складываете, да. И заморозим. А потом? И потом заберем туда. Денег пока не платили, сетует Руслан. Но обещали 5 тысяч в неделю. Еще и жильем обеспечили. Здесь же на территории мини-завода оборудовано общежитие для сотрудников. Работа в цеху ведется круглосуточно, поэтому объемы готовой продукции впечатляют. Порядка 15 тонн в неделю. В помещении цеха находились танки по изготовлению и переработке рыбной продукции, морозильные камеры, а также оборудование для вакуумной упаковки. Консервы, полуфабрикаты и замороженная рыба вывозились с завода грузовиками и продавались в торговых точках региона. Проверкой качества товара и санитарных норм на предприятии теперь, скорее всего, займется Роспотребнадзор. Пока точно известно, что трое рабочих, уроженцы Республики Узбекистан, оштрафованы за нарушение миграционного законодательства. Еще один гость из Средней Азии и вовсе готовится к депортации. В отношении же руководителей цеха рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту организации незаконной миграции. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД пресекли деятельность нелегального цеха по производству рыбопродукции с признаками несоответствия требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Посолочные, вялочные, какие-то помещения есть у вас? Не проси даже, рыбу садят. Пойдемте, показывайте. Пойдемте. Я так понимаю, это у вас для отмочки рыбы, которую вы засаливаете. Правильно? Правильно. Где у вас находятся холодильные камеры? Покажите, пожалуйста. Что находится в холодильной камере? Рыба. В ходе обысков, проведенных в нелегальном цехе, а также в магазинах, где реализовывалась подозрительная рыбопродукция, полицейскими было обнаружено и изъято около двух тонн рыбы частиковых видов, лещ и тарань, на общую сумму, превышающую 300 тысяч рублей. В отношении двух жителей города Ростова-на-Дону, подозреваемых в организации деятельности нелегального цеха, следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Российской Федерации производства, хранения, либо сбыт товаров и продукции, не отличающих требованиям безопасности. Изъятая рыбопродукция сдана на ответственное хранение в один из ростовских ладокомбинатов. Подозреваемым избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту проводится расследование. В Динском районе Краснодарского края сотрудники полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых обнаружили в одном из складских помещений подпольный цех по производству филе судака. Переработка рыбы осуществлялась в антисанитарных условиях. В результате проверки полицейские изъяли 2400 килограммов рыбы судак и около 8 тонн филе. По предварительным оценкам подпольный цех функционировал около года. Организаторы подпольного бизнеса, жители Приморск-Ахтарского района, закупали рыбу у браконьеров по Азовскому побережью, затем разделывали ее и передавали для реализации через оптовую розничную сеть. Изъятую рыбу отправили на исследование в Роспотребнадзор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В отдел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции поступила оперативная информация о том, что на территории заводского района областного центра работает незаконный коптильный цех. На момент проверки в помещении находилось около 200 килограммов готовой продукции и около 300 килограммов сырья. Оперативники выяснили, что предприниматель работает только с проверенными клиентами и торгует исключительно мелкооптовыми партиями. В ходе осмотра помещения коптильни полицейские выявили многочисленные нарушения санитарных норм. Готовые продукции и отходы производства хранились вместе. В помещении, где рыба готовилась к копчению, велся капитальный ремонт, а у работников цеха, проживающих в том же помещении, отсутствовали санитарные книжки. Также в коптильном цехе полицейские нашли документацию, которая свидетельствовала о том, что часть продукции реализуется через торговую точку, принадлежащую организатору бизнеса и расположенную на оптовом рынке Кемерово. Опрошенные работники цеха не отрицали, что трудятся в антисанитарных условиях. Однако возможности привести помещение в соответствии с требованиями действующего законодательства у них пока не получается. В отношении владельца коптильного цеха составлен протокол по статье Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Санкции данной статьи предусматривают выплату административного штрафа в размере до 20 тысяч рублей. Также предпринимателю запрещена реализация уже готовой продукции. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД пресекли деятельность нелегального цеха по производству рыбопродукции с признаками несоответствия требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Посолочные, вялочные, какие-то помещения есть у вас? Не проси даже рыбу садить. Пойдемте, показывайте. Пойдемте. Я так понимаю, это у вас для отмочки рыбы, которую вы засаливаете. Правильно? Правильно. Где у вас находятся холодильные камеры? Покажите, пожалуйста. Что находится в холодильной камере? Рыба. В ходе обысков, проведенных в нелегальном цехе, а также в магазинах, где реализовывалась подозрительная рыбопродукция, полицейскими было обнаружено и изъято около двух тонн рыбы частиковых видов, лещ и тарань, но общую сумму, превышающую 300 тысяч рублей. В отношении двух жителей города Ростова-на-Дону подозреваемых в организации деятельности нелегального цеха, следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Российской Федерации производства, хранения либо сбыт товаров и продукции, не отличающих требованиям безопасности. Изъятая рыбопродукция сдана на ответственное хранение в один из ростовских ладокомбинатов. Подозреваемым избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту проводится расследование. Закрытые двери для этих незваных гостей не препятствие. Силовики войдут внутрь и через окно. Хозяева явно к приему не готовы. Приходится в спешке одеваться и приводить себя в порядок. Все-таки не каждый день случается встречаться с бойцами ОМОНа, оперативниками экономической безопасности и сотрудниками ФСБ. Для 20-летнего Руслана работа в буквальном смысле стала домом 7 дней назад. Тогда мастер, которого зовут Алик, привел молодого человека на производство и назначил главным по заморозке рыбы. Денег пока не платили, сетует Руслан. Но обещали 5 тысяч в неделю. Еще и жильем обеспечили. Здесь же на территории мини-завода оборудовано общежитие для сотрудников. Работа в цеху ведется круглосуточно, поэтому объемы готовой продукции впечатляют. Порядка 15 тонн в неделю. В помещении цеха находились танки по изготовлению и переработке рыбной продукции, морозильные камеры, а также оборудование для вакуумной упаковки. Консервы, полуфабрикаты и замороженная рыба вывозились с завода грузовиками и продавались в торговых точках региона. Проверкой качества товара и санитарных норм на предприятии теперь, скорее всего, займется Роспотребнадзор. Пока точно известно, что трое рабочих, уроженцы Республики Узбекистан, оштрафованы за нарушение миграционного законодательства. Еще один гость из Средней Азии и вовсе готовится к депортации. В отношении же руководителей цеха рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту организации незаконной миграции.